Спасибо большое. Глубоко уважаемые коллеги, добрый день. Я рада приветствовать вас в интернет-пространстве и в этой аудитории. Прежде всего, я хотела поблагодарить Татьяну Ивановичу огромное спасибо вам за представление и за возможность выступать на этой конференции. Она действительно очень интересна, она актуальна, ее все смотрят. И сегодня тема доклада, которую вы попросили сделать, это рак щитовидной железы. Продолжение следует... По заболеваемости от пола заболеваемости градируется следующим образом. Чаще всего, конечно, болеют женщины и реже болеют мужчины. По заболеваемости, как видите, если представлены страны, представлены в США, например, говорят о том, что рост заболеваемости превышен. И в большей степени, конечно, кажется, что появилось больше рака щитовидной железы. Но в целом, если анализировать и детализировать действительно выявляемость, мы понимаем, что рака щитовидной железы стал больше, поскольку здесь имеется большое продвижение. И в перспективе также в будущем это есть задатки на то, что появится новая аппаратура. Это выявляемость, и это основная проблема, основная, в общем-то, даже не проблема, а счастье для того, чтобы нам понимать, что мы не пропустим злокачественное образование посредством определенной техники. УЗИ-техника – это сонография, которая является, на самом деле, достаточно простым методом для определения опухоли злокачественного роста в щитовидной железе. И в настоящее время также эта техника с каждым днем, она совершенствуется и позволяет нам на ранних стадиях определить злокачественный процесс. Сегодня, на сегодняшний день, гистологические формы рака представлены следующим образом. Основные виды рака – это дифференцированные формы рака щитовидной железы и медулярные, но пластические раки щитовидной железы, о которых мы сегодня поговорим подробно. На самом деле, тема достаточно актуальная, но она и сложная. Этот доклад и дело не первый раз, поскольку здесь все-таки узкий круг людей, которые занимаются именно проблемой лечения рака щитовидной железы. Мы сегодня поговорим в разделении всех этих трех гистологических форм. Я постараюсь подробно рассказать о том, что на перспективу сейчас планируется. И из этих рака в большей степени, конечно же, уделяется внимание дифференцированному раку, поскольку он наиболее доброкачественный, бывает больше, чем тот же самый инопластический рак. И в лекарственной терапии также достижение, конечно, больше в лечении дифференцированного рака щитовидной железы. Если можно так сказать, поскольку у нас немного также препаратов при лечении этого вида гистологической формы рака. Что мы видим? Мы видим первичного пациента, который приходит на смотр, и мы выявляем у него злокачественный процесс. Пациенту предлагается основной метод лечения при раке щитовидной железы – это хирургическое вмешательство. Далее пациент планируется на лечение радиоактивным йодом, если есть показания для этого. И в основе лежит, конечно, гормоносупрессивная терапия. Опять же, это лекарственная терапия, которую тоже необходимо не забывать, поскольку супрессивная доза, назначаемая пациенту в первый год после хирургического вмешательства, является и основным моментом, и ключевым моментом в лечении этих пациентов. Очень важно понимать, и это написано в клинических рекомендациях на сайте Минздрава Российской Федерации, о том, что вести этих пациентов, обращая внимание, не только оперировать, но еще и вести после операционного периода должен человек, врач, который обладает достаточным набором, во-первых, инструментальной техники, во-вторых, понимания и знаний. Поскольку невозможно, в пролечии пациента, сделав хирургическое вмешательство, отдать пациента эндокринологу, который находится на участке по месту жительства, и на него мы обрекаем на то, что какие-то моменты он может все-таки пропустить, поскольку не всегда у него на участке может быть пациент, который находится в динамическом наблюдении. Что же мы видим дальше? Пациент при появлении метастазирования или рецидива болезни, ему показано, опять же, хирургическое вмешательство. Ну и по показаниям, как вы видите, радиотерапия в зависимости от группы риска. Группы риска тоже три группы, о которых я не буду сегодня говорить, поскольку это очень большой будет объем. Но, скажу вкратце, относительно этих рисков определяется тактика ведения этих пациентов. Основным методом также сейчас лечения при появлении, поскольку лечение йодом-131, радиотабляция является основным и золотым стандартом для лечения дифференцированной ракой щитной железы. Таргетная терапия на сегодняшний день является золотым стандартом для лечения пациентов радиотрефрактерных. О ней мы подробно поговорим. Хотелось бы сказать о хирургическом вмешательстве. Не могу об этом не сказать, поскольку я, в большей степени, конечно, хирург. И хотелось бы показать тех пациентов, это один клинический случай, у которого выполнено хирургическое вмешательство совместно с таракальными хирургами, поскольку здесь имеется большое распространение на структуры, на магистральные сосуды, и удалось выполнить этот объем операции. В общем-то, вы видите, какой объем и выполнение резекции, удаление органокомплекса на шее, восполнение дефектов посредством перемещения желудочного трансплантента в область шеи. Как видите, это актуальная тема, о которой мы сегодня тоже не зря об этом говорим. Какова же тактика лечения и ведения рецидивов? Как видите, мы в основу всегда ставим количество гормонов. Почему очень важно выполнять плановое и правильное хирургическое вмешательство в плановом режиме и в правильном объеме? Потому что потом нам необходимо, чтобы мы понимали, что онкомаркеры будут работать у этих пациентов. Как видите, представлена на слайде тактика ведения этих пациентов. И основным, что на сегодняшний день для нас добавлением, является внедрение в арсенал лечения этих пациентов лекарственной терапии линвотиниб и сарафиниб. Основной целью радиоактивного лечения является выявление отдаленных метастазов и лечение отдаленных метастазов, выявление рецидива. Но тут, опять же, вступают гормоны щитовидной железы, относительно которых мы отталкиваемся и понимаем, что у нас на сегодняшний день с пациентом происходит. Адевантное лечение скрытых метастазов – это, конечно, очень большая когорта пациентов, у которых также бывает полонкомаркером, мы определяем, что все-таки есть биохимический рецидив. Критерия радиорезистентности. О чем мы говорим? Это пациенты, у которых появляется резистентность, то есть не восприимчивость к радиоактивному йоду. И, как видите, представлены на слайде данные о том, что у пациента при наличии, при нормальной дозе, лечебной дозе активности, радиоактивности йода более 600 миликвирий, когда мы видим отсутствие регрессии очагов – это основной критерий. Есть клинические рекомендации, которые представлены на слайде, и основные, которые являются клинические рекомендации, в которых участвовал наш институт в разработке всех этих рекомендаций, на сегодняшний день до 2020 года. Два препарата, которые на сегодняшний день зарегистрированы и действительно являются основными – это линвотениб и серафениб. Два препарата, было два исследования, о которых мы поговорим, это Decision и Select. И, в общем-то, по клиническим рекомендациям, опираясь на них НССН, мы также видим, что линвотениб все-таки рекомендуется в качестве предпочтительного препарата при высоко дифференцировой раке, в том числе гердоклеточный рак четоидной железы. Каков механизм действия препарата таргетного линвотениба? У этого препарата есть возможность через патрисов рецепторов, активность и контроль роста опухоли. У него есть возможность ингибирования ангиогенеза, лимфоангиогенеза. И, в общем-то, он обладает ингибированием микроокружения опухоли. Соответственно, на данном слайде представлены медианы выживаемости без прогрессирования. При препарате, при введении препарата линвотениб, она превысила полтора года, что действительно, согласитесь, очень хороший результат для этой когорты пациентов. Выживаемость без прогрессирования в сравнении двух исследований Decision и Celli, как видите, они сопоставимы на самом деле. Серафиниб обладает 10,8 месяцев в сравнении с группой плацебо. И вторая группа во втором исследовании – это линвотениб. И плацебо у линвотениба в группе у когорта этих пациентов 18,3 месяца. Если сравнивать по этим двум исследованиям, как видите, мы понимаем, что частичный регресс тоже все-таки в группе линвотениба преобладает, хотя и не в таком большом количестве. Линвотениб, если говорить о нем, демонстрирует более продолжительность. Выживаемость без прогрессирования – это 33 месяца. На самом деле, на сегодняшний день частота объективного ответа составляет более 60%, и полный ответ у нас составляет около 2%. Медулярный рак. Обращаемся к этой группе, которая на самом деле тоже достаточно сложная. Это группа пациентов, в которой также показано хирургическое лечение. И, как видите, основными онкомарками, которые, к сожалению, забывают некоторые пациенты и, к сожалению, врачи, но на самом деле это является определяющим в тактике лечения пациентов. Я хотела бы обратить внимание на таблицу, которая указана мелким шрифтом, и я ее прокомментирую, поскольку достаточно сложно увидеть полностью. Обладание наличия у пациента кальцитонина более 500 говорит уже о контрлатеральных лимфатических узлах. То есть уровень кальцитонина является определяющим тактикой хирургического вмешательства. Чем же обладает вандотониб? Это препарат, который применяется на сегодняшний день. Это единственный препарат при медулярном раке, который зарегистрирован и применяется для лечения этих пациентов. Этот препарат, он обладает посредством всех этих рецепторов. Каков механизм вообще возникновения медулярного рака и способствование опухолевого роста? Гиперстимуляция вот этих всех рецепторов, она и приводит к тому, что появляется прогрессирование медулярного рака. Соответственно, вандотониб обладает возможностью воздействия посредством этих рецепторов. Как видите, у него есть прямое и непрямое противоопухолевое действие. Посредством этих рецепторов он обладает возможностью останавливать рост опухоли. Исследование ЗЭТА, о котором тоже хотелось бы немножко сказать, говорит о том, что на самом деле на сегодняшний день медулярный рак – это проблема действительно очень серьезная, и когорта пациентов составила более 300 человек. И, как видите, достоверно вандатониб увеличивает выживаемость без прогрессирования, достоверно повышает частоту объективного ответа. Ну и самое важное, хотелось бы указать, что у нас есть группы пациентов, у которых есть медулярный рак врожденный, те, которые имеют мутацию, и вандатониб показал в этой группе пациентов, что он продемонстрировал, что эффективность не меняется, то есть не зависит от того, спорадическая или вырожденная форма медулярного рака. Терапия отдаленных метастазов, о которых я не могу сказать, на сегодняшний день тоже имеет свое место, и имеет место достаточно большое лечение сопутствующей терапии. Я думаю, Татьяна Юрьевна тоже об этом говорила неоднократно о том, что лечение должно быть сопутствующим обязательно с поддерживающей терапией. Ну и немного о анапластическом раке. На сегодняшний день, как видите, клинические рекомендации представлены на слайде, и мы видим, что основной метод лечения, как и другие предыдущие, о чем я говорила, это хирургическое лечение. Как видите, к сожалению, радикальность лечения мы достигнуть путем хирургического вмешательства не можем, не существует таких способов. И вот тот арсенал, который представлен на слайде химиопрепаратов, он достаточно скуден, и, к сожалению, он не обладает хорошей эффективностью. Одно из исследований, которое показывает, что включена группа 17 человек, и, как видите, частичный ответ, который был получен, на самом деле не очень много, но 12 человек, а полный эффект был получен у четырех пациентов. Еще одно исследование, которое говорит о том, что как у нас пациенты с медулярным раком, были соединены 83 человека в одну группу, критерии справа представлены, это группа из 60 лет и более, включены были и мужчины, и женщины. Но, как видите, у пациентов в этой когорте первый год жизни был достигнут только 33% пациентов, и второй год – 23%, то есть очень невысокая выживаемость у этих пациентов. Ну и, как видите, представлены у нас на графиках факторы, которые влияют на безрецидивную выживаемость. Конечно же, хотелось бы сказать о том, что основным тоже является лечение, когда имеется мультимодальный подход, когда у пациента имеется R0-резекция. К сожалению, это не всегда можно достигнуть. Еще одно интересное исследование – это сарафинип во второй фазе исследования, как видите, анапластический рак, пациенты, которые представлены на этом слайде. Мы видим, что вероятность выживания при анапластическом раке была оценена, и общее выживание состояло 4 месяца. Как видите, это очень мало. Вот география исследований, которая проводится на сегодняшний день в разных ряде стран. И, как видите, в США 43 исследования по анапластическому раку. Ну, как видите, в России не очень много, на самом деле, проходит исследований по лечению и вообще по анапластическому раку. Хотела бы сказать о PDL и PDL-1. PDL-1 и PDL о том, что сегодня очень тщательно подбираются препараты, они представлены на слайде. Эти исследования, которые выполнены, результаты еще не представлены, но на сегодняшний день они представлены вот таким образом. Группа препаратов, которые все-таки используются для лечения этих пациентов. Еще одно исследование, оно достаточно интересное. И на перспективу, наверное, все-таки будущее стоит за онковакцинами. Это исследование безопасности первой фазы. Как видите, здесь также использованы и онковакцины, и где-то добавлены еще препараты PDL. Траметинип и паклитоксил – еще одно исследование. Это препараты, которые используются в лечении. Также исследования, которые сегодняшний день еще результаты не опубликованы, но предварительно есть эффект от проведения лечения. Пембролизумаб. Как видите, действительно очень интересный препарат. И также идет набор, но, к сожалению, как видите, у нас результатов нет. Еще одно исследование, тоже достаточно интересное. Это использование вакцины. Внесено 24 пациента. Ну и в целом мы видим, что эта группа пациентов действительно набирается. Она небольшая, потому что немного, на самом деле, пациентов с анопластическим раком, которых мы видим. Это исследование заслуживает внимания, поскольку здесь очень интересно говорится о том, что используются текиллеры. Исследование второй фазы. Включено 25 пациентов при анопластическом раке. И здесь группа пациентов при отдаленных метастазах. Ну и мой любимый слайд, о котором я не могу его не показать, поскольку здесь речь идет о диморфном раке. Нам тактика ведения должна мультидисциплинарно приниматься. И обязательно оцениваться, какой метод лечения будет первостепенным. Спасибо большое за внимание. Спасибо за внимание.